Ставь лайк за 3 секунды, если ты каждый день играешь в игры, считаю. Раз, два, три! Привет, ребята! Меня зовут Алексис, и мы сегодня поиграем с вами в 8 очень крутых мобильных игрушек. А начнём мы с новой игры Survivor in Rainbow Monster. Это очередная игрушка про радужных друзей. И перед тем, как начинать, ребятушки, я думал, круто на колесе фортуны, но не в этот раз. Короче, смотрите, ребят, правила игры. В течение... в течение... Сколько тут секунд? 50, по-моему, секунд. А, 45. Нам нужно найти 15 блоков. Мы можем брать только один блок. И нам нужно убегать от этого монстра, ребята. Так, 4 блока есть. Это преграда. Я уже просто, ребяточки, немножечко поиграл в эту вот игру. Так, тут есть какие-то блоки. Вот. Крайний блок. Вот ещё тут один вижу. Главное, не наткнуться на монстра. Так, ещё один, пожалуйста. Один последний. Во, отлично, отлично. Наш союзник его принёс, и мы, ребяточки, с вами выполнили нашу миссию. Очень хорошо. Мы заработали с вами один кристаллик. Так же ещё заработали мы с вами немножечко денежек. Чтобы открыть следующий какой-то уровень, вот, допустим, вот этот вот, да, нам нужно 10 кристалликов. Ну, это на самом-то деле очень много, поэтому давайте-ка мы попробуем пройти ещё один уровень. Так же можно посмотреть рекламу и выбрать какой-то бустик. Ну, я думаю, что мы и без бустика с вами справимся с этим. Так, погнали. Опа, сразу первый блок. Есть. Отлично. Карта уже немножечко другая. Вот тут я вижу блок, ребят. Но и не нужно забывать про синего, который здесь бегает. И который может нас съесть в любой момент. Вот, и синий пришёл прямо на нашу базу. Оу-ш. Оу-ш-и-ш. Так, это мой блок? Ах ты ж. Украл мой блок. Ну, да и ладно. Так, 18 секунд. И синий уже перебил довольно-таки много... Всех. Так, 11 секунд, ребят. Мы не успеем. Нам ещё один блок принести. Один блок принести. Всё, мы проиграли. Мы проиграли. О, нет. К счастью, кто-то принёс этот блок и поставил на нужное место. Это у нас, друзья, Сингбол. Игра новая. Что здесь нужно делать, я не знаю. Но давайте-ка будем, в принципе, начинать. Так, мы что-то купили. У нас уже имеется здесь два шарика. Мы зарабатываем по 2 доллара. Давайте-ка мы сделаем ещё один шарик. Так. Мы можем просто тапать по экрану. И тогда они быстрее начинают двигаться, да. Это типа своего рода как кликер какой-то. Смотрите. Прикольно. Мы посмотрим, что получится в итоге. Так. Ну, давайте, может быть, мы всё-таки дождём... Подождём, пока будет 100 монет. И прокачаем доход. Чтобы мы за раз зарабатывали с вами... По 2... О, по 3 доллара. Ребят, уже по 3 доллара. Это хорошо. Прокачиваем ещё один уровень. Вот у нас ещё какой-то мерч появился. А, мы прокачали новый шарик. Круто. И этот новый шарик даёт нам 15 долларов, ребят. Представляете? Замечательно так как, да. Ну, давайте-ка мы в эту игрушечку поиграем. Там буквально, я не знаю, сколько... Хотя бы... Хотя бы там 2-3 минутки, что ли. Мы уже зарабатываем по 30 монет. Угу. Так, ещё плюс шарик. Круто. Ну, конечно, так интересная, знаете, игра. Непонятная пока ещё, но интересная. Так, давай ещё один шарик. Ну, зелёные шарики нам мало, конечно, денежек приносит. Ребят, нам много приносят жёлтенькие шарики. Ладненько, только прокачаем доход. И теперь жёлтые шарики нам приносят по 20 долларов. А вот эти вот зелёненькие по 4. И в этом суть данной игры. Серьёзно? О, ребят, у нас новый мерч. Сейчас будет. Давайте-ка, 200 долларов нам нужно. Всё отлично. И теперь у нас 3 шарика, которые приносят нам по 20 долларов. Ребят, у нас будет сейчас ещё один новый мерч. Так, ну-ка. Объединяются жёлтые шарики в один вот такой вот, ребят, оранжевый, который будет нам приносить 100. О, вау, я в шоке, ребятки. 100 это реально много. Это очень много. Посмотрите, ребят. Раз, два, три, четыре. Четыре раза ударяется вот этот вот оранжевый шарик. И мы с вами делаем прокачку. Представляете, как круто. Смотрите. Мы реально зарабатываем очень много денежек. Ребят, это у нас хэппи-зу. Помню, когда ты очень давно играл в эту игру. Накорми крокодила. Так, ну, в принципе, я знаю, что здесь нужно делать. Смотрите, мы ставим кусочек. Нам нужно очень аккуратненько ставить кусочек. Потому что крокодильчик может укусить нас за руку, ребят. И еще один последний кусочек. Ой, стой, стой. Крокодил очень зол. Он очень злой, ребят. Все, аккуратненько поставили ему в его ротик. И тем самым прошли эту миссию. Хорошо. Дальше. Помой слоника. Ну, это, в принципе, легко. Сейчас мы его намоем как следует. Куда ты убегаешь от меня, а? Ну-ка, вернись обратно. Я еще тебя не домыл. Все, отлично. Блестит, как новая копейка, как говорят, да? Так, следующий уровень. А теперь, так, отсортируй животных. Без проблем. Так, ламы. Вот сюда. Будьте добры. Так. Это, а, у нас снова лама. Снова лама, поэтому снова сюда. А вот на другую сторону, ребятушки, у нас побегут наши тигры. Кстати, по гороскопу, ребятки... Ой, тигры, говорю, львы. Кстати, по гороскопу, ребятушки, я лев. Да. У меня день рождения 13 августа. А вы, пожалуйста, напишите в комментариях, когда у вас день рождения. Интересно, у кого-то... У кого-то день рождения, как у меня? Или... Ну, вообще, есть такие ребята? Те, которые меня смотрят? Было бы очень круто, да, чтобы у нас в один день был... Был день рождения. Либо... Ну, короче, вы просто напишите, когда у вас днюшка. Я почитаю комментики. Ребят, я все комментики читаю. Правда, не на все отвечаю. Потому что их довольно-таки много. Вас много. Я один, да. Мне, чисто, физически сложно это делать. К тому же, у меня еще есть другие каналы, где я тоже отвечаю на комментики. Так, нам нужно постричь барашку. Ну, давайте-ка, давайте-ка мы постричем ее. Вот так аккуратненько, аккуратненько. Ой, тут еще возле хвостика. Угу. И еще вот спереди чуть-чуть. Ну, в принципе, в принципе, неплохо. Посмотрите, посмотрите на эту дополненную барашку. Ой, погодите, я сказал барашка, это же лама. Ребята, это же лама. Так, дальше. Так, добеги до бананов, да? А как? А, ну, прикольно. Вау, мы собрали всех манки. Блин, а тут мы собрали не всех манки. Ой, пропустили. Мы пропустили часть-часть обезьянок. Так, пиау, пиау. Вау, у нас довольно-таки, блин, у нас довольно-таки много обезьянок. Ну, и очень много обезьян мы с вами пропустили. Но главное то, что мы добрались до этих бананов. А следующая игра Release of Insects. Скользите, чтобы перемещать. Чего? А, чтобы перемещать кашку, да? Так, ну, тут, в принципе, понятно, ребят. Смотрите, мы первого уровня. Мы можем поедать всех, кто на первом уровне. Теперь мы можем поедать тех, кто на первом уровне. И на втором. И уже, оказывается, и на третьем, ребятки. Неплохо, неплохо. Так, хорош. Четвертый уровень у нас уже. Это что за такие прикольные насекомые? Так, очень прикольные насекомые, но что-то... О, может, на пятом уровне. И мы прошли первый уровень? Серьезно? Мне нравится. Мне это очень сильно нравится. И мы уже стартуем, ребятки, с божьей коровки. Да, уже не с муравья, а с божьей коровки. Так, заражение насекомых. Что это значит? Что это значит, если заражение насекомых? То есть, их нельзя лопать или что? Хотя, я думаю, что их, наверное, можно лопать все-таки. Так, пятый уровень. Ой, нет, на пятый уровень нам лучше, ребяточки, не нападать. Вот я разочек напал на пятый уровень и потерял одно сердечко. Так, отлично. Шестой уровень и миссия пройдена. У нас была просто цель дойти до шестого уровня. Так, а здесь у нас какая цель? А, это бонусный левел. Ну, тут мы, наверное, можем просто все есть, ребят. Все подряд съедаем, зарабатываем деньги. Правда, я пока что еще не знаю, что мы можем с вами приобрести за эти денюжки. Может быть, какие-то новые скинчики этих вот насекомых. Ну, мы об этом узнаем чуточку позже. Как минимум тогда, когда закончится этот уровень. Так, уровень у нас закончен. У нас уже достаточное количество денег. 814 монет. Но давайте-ка мы просто зайдем. Так, главное. Магазин. И посмотрим, что мы можем здесь приобрести. А, только нижнее подчеркивание. И все. Это все, что можно здесь купить? Серьезно. Так, чтобы пройти этот уровень, нам нужно достигнуть какого это уровня, ребяточки? Ну, пока что, наверное, непонятно. Наверное, что седьмого уровня. Скорее всего. Так, палочка. Мы уже на пятом уровне с вами. Это можно. Ту бомбочку взять. Так, хорошо. Мы уже шестого уровня, ребяточки, с вами. Так, седьмого уровня мы не трогаем. Да, вот и все. Мы снова с вами выиграли. Вот такая вот, в принципе, ребяточки, прикольная игрушечка. Открываем другую. Это у нас игра, которая называется My Hotel. Мы сегодня с вами работаем в роли ресепшена. Здравствуйте. Так, а, стоп. Это получается... Это получается клиент? А, это клиент. А я-то думал, что это работник какой-то. Так, ну, хорошо. Спасибо за денежки. Но перед тем, как, ребятки, нового клиента запускать, нам нужно поправить кроватку, поправить тумбочку и вот здесь вот тоже еще поправить. Все, у нас комнатка свободна. Так, также можно, в принципе, купить себе еще одну комнату, да? Ну, давай, давай, давай. Так, все. Теперь у нас уже имеется две комнаты. Мы можем уже запускать, ребятки, двоих клиентов. Так, здравствуйте. Здравствуйте. Так, заденежки, спасибо. Сразу говорю вам. И пока что больше мы, ребятушки, делать ничего не можем. Так, все. Давайте-ка. О, чаевые. Как же круто, ребятки. Нам оставили чаевые. Круто. Так. Хорошо. Тут еще где-то есть деньги? Нет, все, больше денег здесь нету. Мне однозначно, ребятки, надо помощники какие-то, потому что, ну, чисто одному, чисто физически очень сложно справиться с такими вот обязанностями, да? Очень сложно. Так. А это что такое? Это откроется... Это откроется тогда, когда мы будем второго уровня. А второго уровня мы будем, наверное, не скоро. Так, чтобы... Кого бы здесь можно было еще купить? Могу ли я нанять кого-то? Ммм? Пока что нет. Походу. Мы должны, наверное, делать, ребятки, свою вот такую вот нелегкую работу. Так, 76 монеток у нас имеется. И, может быть, мы можем купить еще одну комнату, да? Давайте-ка мы, ребятки, это и сделаем. Та-дам! Еще одна комната куплена. Поэтому еще один клиент готов оплачивать, да? Ладно, давайте тогда мы еще уберем здесь. В мега-быстром режиме кроватку поправить. Все, это готово. Снова чаевые. Как же хорошо, ребятки. Как же круто, когда оставляют чаевые. Очень круто. Так, еще сюда вот. Кличненько. И последнюю комнатку нужно убрать. Знаете, вот мне нравятся вот такие вот игрушки. Они такие забавные, прикольные. Просто вначале кажется, что, знаете, все так сложно. Но потом, когда будет все на автопилоте, знаете, происходить, то тогда будет намного круче. Так, у нас достаточно много денег, но жалко то, что мы не можем купить себе никаких рабочих. Это реально меня как-то напрягает немножечко. А я могу выйти из своего отеля? Нет, к сожалению, мы здесь, ребятки, застряли. Следующая игра Pop It Fit Get. И давайте-ка мы выбираем первого слоника. Ой, какой замечательный звук, ребят. Я надеюсь, что вам это слышно. Это просто кайф для ушей, ребятки. Это просто кайф. Так. Смотрите, как же круто. Бум-бум-бум-бум-бум. Мы все полопали. Так, крокодильчик. А до этого у нас что был? До этого был тоже крокодильчик. Он просто туда-сюда вращается. Так, хорошо. Что здесь? Вау! Салют, ребят. Вот это круто, ребят. Смотрите, сколько салютов. Бам-бам. Ставь лайк, если ты любишь смотреть на салюты. Так. Разрисовать лягушку. Ну, лягушка у нас какого? Зеленого цвета, поэтому... Ой, серьезно? Так, а кисточка есть какая-то потолще? Так. О! Вот так вот. Давайте еще толще кисточку. Вот такую вот мы выберем. Так. О! Другое дело. Только мы немножечко, ребяточки, выходим за линии, да? Ой, блин. Как же... С меня вообще художник никакой, ребят. Так, и давайте-ка голову сделаем оранжевой. Возьмем такую вот кисточку. Ой, стоп, она... Она затирает, ребят. Она затирает. Ну, короче, не прикольная штука. Что это? Ой, стоп, погоди. Погоди, погоди. Эм... Бау! Это называется бильярд. Ребят. Я, если честно, люблю играть в бильярд. Так, где мой белый шар? Вот мой белый шар. Давайте-ка мы... Так, ударим вот сюда вот. И... Есть! Есть, есть. Один шарик мы закинули. Так, теперь мы сейчас белым шариком ударим вот сюда вот и затолкнем. А, стоп, мы проиграли? Серьезно? А ну, давай еще раз. Ребят, давай еще раз. Мы с первого раза просто неправильно разбили. Вот как нужно было разбить. Опа! Так, один есть. Забросили. Так, дальше, ребяточки, мы сделаем так, что оранжевый шарик вот сюда вот залетит. Смотрите. Смотрите. Ну, практически, ребят. В реальной жизни он бы, наверное, залетел. Ладно, давайте выберем что-то другое. Например, вот это вот. Так, следующий уровень. Вау! Как все оно круто режется, да? Прям безумно круто. Хоп, хоп, хоп. Что-то у нас получается за буква какая-то, да? Так, это цифра 8. Ой. Короче, блин. Вот тут мы проиграли. Потому что нужно было сделать вот так вот. Да. Я не подумал, что так нужно было сделать изначально. Так, понятно. Ну, тут, ребят, тут очень много всяких плюх. Если вот посмотрите. Их здесь просто очень-очень много. А это что такое? Ой, блин, ребят, это что-то залипательное. Тут еще можно уснуть. Нет, спасибо, спасибо. Такое мы смотреть не будем. Так, горошек. Можно его как-то открыть? Наверное, что можно, но я не знаю как. Ну, а сейчас мы с вами поиграем в дуба. Очень крутая игра. Так, мне нужно подобрать все оружие, которое здесь есть. Так, это у нас бот. Так, ну, ботом мы, ребятушки, конечно же, замочим. Давайте-ка мы вот сюда вот зайдем. И так вот его мочканем. Он нам нужен для того, чтобы, ребятки, взять аптечку. Так, у нас вся оружка есть в сборе. Тут у нас никого нету. Хорошо. Так, куда бы нам пойти-то? Так, у нас еще 9 противников здесь осталось. Нам не нужно забывать об этом. А, вот и первый, ребятки. Вот и первый противник. Так, снова, блин, снова бот. Ладно, давайте-ка бота этого замочим. Заберем у него еще одну аптечку. Так, все отлично. И это немножечко лучше пушка. Так, круг сужается, ребят. Круг сужается. Вау! Так, тут их целая куча, этих наших противников. Ну, уже осталось штучек 6. Так, получи. Получи и распишись. Так, мы наносим удар и убегаем. Так, мы обменялись ударами. С этими вот пареньками. Блин, все на куче, ребят. Все на куче. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Уйди от меня. Получай. Получай. Так, держи. У нас еще, ребятки, есть с вами две аптечки. Неужели это будет победа, да? Конечно же, я уверен, что это будет победа. Так, мы хилимся. Хилимся, ребятки. Три. Три лисенка остается. И кто же выиграет? Конечно же, наверное, Алексис. Выиграет. Так, хилимся. Последняя хилка. Все, больше у нас ничего нету. И... Что, мы проиграли? А нет, ребят, первое место. Да, это было довольно-таки легко. Ну, а сейчас мы поиграем с вами в Майнкрафт. Продолжаем, ребятушки, наше выживание. Если вы помните, мы сюда добрались на лодке, на этот вот островок, в надежде найти каких-то барашек. Но, ребятки, помимо курочек, здесь я никого больше не вижу. Так, ну ладно. Давайте-ка мы тогда хотя бы уже курочек вот этих вот немножечко покромсаем, потому что нам необходимо это мясушко. Так, и давайте-ка, наверное, будем отсюда выходить. Если я не ошибаюсь, моя лодка должна где-то быть вот в этой вот стороне. Островый небольшой. Вот она. Вот она, наша лодочка. Так, и куда бы мы... Куда бы мы же поплывем с вами? Ну, не знаю. Поплывем в поиски каких-то новых приключений. Единственное, что я хочу добыть еще немножечко уголька себе. Уголек, он лишним никогда не бывает. Вот, отлично. Отлично. Смотрите. Ой, как хорошо. Так, и вот еще несколько блоков уголька. В идеале, если бы мы еще, конечно, с вами железо нашли, но это такое. Так, ну, что, ребят? Я не знаю, куда-то мы поплывем. Давайте, наверное, где-то вот в эту сторону, что ли. Поплыли. Полный вперед. Так, этот остров мы сейчас оплывем. Да, и вот плывем где-то, ребятки, вот в эту вот сторону. Посмотрим, может быть, там тоже появится какой-то замечательный такой островочек, да? Ну, не знаю. Посмотрим, посмотрим. Так, хорошо. Хорошо, хорошо. Что там вдалеке? У нас пока что ничего не видно. У нас прорисовка такая, знаете, не самая крутая. Ребят, кстати, выживаю я на самой последней версии Майнкрафта. Да, это самая последняя версия. Вон там я вдалеке, ребятки, что-то вижу. Мне кажется, что там какие-то постройки. Вот что это такое? А, нет, это не постройки, это какие-то типы... А, это остров. Отлично. Это остров. А вот это что у нас такое? Ребят, это это затонувший корабль. Сотрите, да? Давайте-ка мы посмотрим, что здесь есть такое интересненькое. Хорошо, хорошо. Может быть, тут какой-то сундучок будет? А ну-ка. Так, опускаемся вглубь сюда вот. Задерживаем дыхание. Так, ребятки, что тут? Что тут? Что тут? О, тут сундук есть, я вижу. Так, сейчас, 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 сейчас. 3, 2, 1. И поплыли. Давай-давай, просто мега быстро. Мега быстро сюда идем. Давай-давай-давай-давай-давай. Блин, как же добраться до этого сундука? Так. Есть другой вариант, ребята, есть другой вариант. Прорубить ход. Просто прорубливаем ход к сундуку. Да, так, наверное, будет попроще просто. Круто. Я надеюсь, что это сундук с сокровищами. Так. Погружаемся под воду. О, это просто капец какой-то, ребята. Вы только посмотрите. Мы, конечно, это все дело заберем, потому что мы это все сможем продать. Фу, ребят, как же хорошо, что я нашел этот сундучок. Прям очень хорошо. Ой, сундучок, говорю. Этот, этот кораблик. Так. Наверное, нам вот в эту вот сторону, это уже другой остров, ребят. В идеале, конечно, если мы на этом острове найдем с вами барашек, тогда будет все мега здорово. Так, припаркуемся. Вы знаете, с какой стороны? Давайте-ка мы припаркуемся, наверное, с вот этой вот стороны, там, где побольше места. Так. Главное, запомнить, где наша лодочка, потому что нам, ну, в принципе, ресурсов там не хватит, если я решу вдруг построить себе новую лодку. Ладно, ребят, я думаю, что, в принципе, на этом пока что я буду заканчивать. Кому понравился мой видосик, ставьте лайкусики, подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Нубик Алексис в Майнкрафте. Шучу, с вами был просто я, Алексис. Всем удачи и пока.